Как найти баланс между личной волей и природным течением жизни? Мне приснился сон. Меня попросили пересесть на заднее сиденье. Вот оба не я буду вести машину, а наняли нового водителя. Так странно, в голове мысль. Им лучше знать, кто будет водителем. Вспомнилось, как отец иногда предлагал пересесть назад. И как я всегда упрямилась, прежде чем выполнить его требования. И так я на заднем сиденье и думаю, кого же они выбрали своим водителем. Смотрю вверх и вижу громадную грудную клетку. Вы понимаете, что это все во сне? Нежность исходила из ее глубины. Машина поехала и влилась в общий поток. Мне показалось, что я любима. Будто бы любовь отца направляла мою жизнь. И что это направляемое бытие имело мою форму. Мне нравится так жить. Но временами подобное состояние мне кажется слишком пассивным, так как я позволяю событиям происходить без сопротивления. Бывают периоды, когда я думаю, что должна сама создавать реалии своей жизни и отвечать за них, а не безвольно плыть, как во сне. Вопрос такой. С одной стороны, мы наделены собственной волей, а с другой стороны, существует мнение, что мы должны быть направляемы чем-то, в том числе и источником жизни. Интересно, как установить баланс? Да, спасибо. Живя в согласии с настоящим, ваша воля встраивается в один ряд с волей универсума. Можете назвать ее волей Бога. Таким образом, у вас как бы и нет своей отдельной воли. Отдельная воля стремится расширить, укрепить чувство собственного «я», защитить его. Защитить в смысле обезопасить. Сделать «я» значительнее, более особым, отличным от других. Отдельной волей озабочен и «я», эго. Божественное единое сознание проходит очередной этап своей эволюции. И то, чем мы занимаемся здесь, это пытаемся согласовать себя с ним. Несопротивление бытию жизненно необходимо. Поскольку, сопротивляясь настоящему, вы оказываетесь уловленными маленькой эгоистичной волей. Воля эго должна сдаться, безоговорочно принять настоящее, то, что есть. С позиции воли эго, всегда хотящего что-то, состояние, когда вы целиком встраиваете себя в то, что есть, и не сопротивляетесь происходящему, воспринимается как слабость и ошибочно может быть расценено, как препятствие к эффективному отреагированию. Однако, приятие того, что есть, целиком совместимо с ответами на вызовы настоящего, ожидающего от нас активных действий. Чтобы быть в согласии с настоящим, сначала нужно принять текущий момент времени, какую бы непривычную форму он ни принимал. Единый, единственный момент настоящего. Например, когда вы заболели, вы не ходите вокруг да около, повторяя «я должен принять тот факт, что я заболел». Нет, это все концептуализация, творение истории. Речь не о том, чтобы принять историю. Принять нужно момент настоящего, таким, каков он есть. И не столько болезнь, как название, сколько свое состояние, свое физическое самочувствие. Оно может быть болезненным, сопровождаться слабостью, неспособностью действовать, дискомфортом и так далее. На деле вы принимаете момент настоящего, таким, каков он есть. Или возьмем внешнюю ситуацию, например, вы застряли в грязи. Ну ладно, застрял. Надо принять себя такого, как есть. Не суетиться, а принять то, что есть. Настоящий момент таков, каков он есть. И ничего с этим не поделаешь. И это надо принять. Затем возникнет действие. Но оно будет обладать особыми свойствами. Будет нести в себе особые качества энергии. Воля, которая начнет проявлять себя в действии, больше не является волей эго. Если вы не приняли настоящее, ваша воля начинает воевать с универсумом. Обычное занятие для эго. Негативность, борьба. Негативность, борьба. И это должно идти не так. Если действуете из негативности, вы в ловушке эго. Маленькая воля «я» борется с тем, что есть. Жалуется, обвиняет, отрицает. Любыми способами уклоняется от настоящего. Малая воля должна уступить могущественной воле, которой уже не вы. Не вы, как ограниченная форма. Могущественная воля наполняет вас и принимается улаживать ситуацию. Эта могучая воля – нечто отличное от так называемой силы воли. Она не изолирует себя от целого. Она едина с ним. Когда она действует, по-другому это можно назвать проявлением разумности. Вы наблюдаете за ситуацией. Целиком принимаете таковость настоящего. Конечно, как-то надо действовать. Когда присутствует открытость, происходит приятие. Следующий шаг по вытаскиванию себя из грязи будет наполнен силой. Никакой борьбы. Мощное правильное действие. Естественное правильное действие проистекает из правильного состояния сознания. В другом состоянии сознания невозможно вырастить правильное действие. Нужно выйти из эго, прежде чем родиться правильное действие. Видимо, Бунда под правильным действием подразумевал то, что рождается в пробужденном состоянии сознания. Даже незначительная капитуляция маленькой воли означает «да» настоящему. Не нужно великих совершений, вроде «я тотально отрекаюсь от своей воли». Нет. Просто примите то, что есть, потому что оно в любом случае уже таково. К чему жаловаться на то, что есть? Безумно, но нормально. Не принимайте лично в свой адрес. В данном случае «нормально» значит безумно. Эгоистическая воля должна сдаться, перестать жаловаться и встроиться в один ряд с происходящим, с людьми, с ситуацией. То, что уже есть, таково, каким оно уже есть. Неизбежность бытия. Подружиться с ним означает стать более разумным. Интеллектуальность не есть истинная разумность. Она очень ограниченная разумность. Человек с высоким коэффициентом интеллекта может быть абсолютно дисфункциональным в жизни. Безоговорочное приятие настоящего и приходит другая энергия. Можете назвать это волей универсума, разумностью, творческим решением или еще как-нибудь. Проблема, ситуация и приходит сила более могущественная, чем сила ума. Приходят правильные слова, которые требуют данной ситуации. Откуда они приходят? Вы не знаете, что скажете дальше, но слова приходят сами с глубокого уровня. Разумность использует ваш ум как инструмент, как проводник. Не нужно создавать, надо позволять. Это и будет создавать. Да, вы и универсум, превосходящие вас целы, становитесь единым. И творение форм происходит посредством вас. В этом красота. Выходит, мысль ничего не значит? Но вы не можете создавать, используя мышление, если вы не мысль? Не имеющие формы, входя в этот мир, обретает форму. В большинстве случаев человек в непробужденном состоянии сознания перегружен повторяющимися мыслями. Они обусловлены нашим прошлым. Они отсылают вас к тому, что вы накопили в своем прошлом. И вы будете взаимодействовать с настоящим из-за обусловленности прошлом. Безоговорочное приятие настоящего открывает ваш ум. Он может быть теперь использован как инструмент. Могут прийти оригинальные свежие мысли, потому что происходит рождение формы. Рождение формы может предшествовать рождение мысли. Универсум использует вас как транспорт, как канал. Условность языка предполагает, что вы и единое сознание разделены. Но это всего лишь слова. Станьте целостным. Используйте ум. Возникают мысли, становятся словами. Слова притворяются в физические объекты. Таков путь, когда ум приносит пользу. Инструмент. Союзник великой разумности, единого сознания. А все начинается с настоящего и с ваших с ним отношений, так сказать. Друг или враг. Позволяете или боретесь, сопротивляетесь. Здесь конец эго. Эго не может без сопротивления. Оно выживает за счет жалоб, отвержений, постоянных желаний. Настоящий хороший учитель. Работайте с тем, что есть. Это все, в чем вы действительно нуждаетесь. Постепенно маленькая воля подойдет к концу. В конце концов, она не обладает собственной силой. И все, что она создает, порождает новые проблемы. Кажется, так просто. Но на деле и есть так просто. Многовековые привычки поведения. Иногда люди говорят, «Ой, это так трудно, пребывать в настоящем и позволять ему быть». На деле как раз сложнее и противоположное. Жизнь становится труднее, если вы не… не в настоящем и не позволяете ему быть. принятие настоящего. Что мы должны принять? Форму настоящего момента, не более. Вы наблюдаете. Вы неразумны, пока это не произошло. Недействительно разумны. Принятый момент времени превращается в пространство. Вы смотрите не глазами, а непосредственно восприятием. Это разумность. Это тишина. Вы не думаете о том, на что смотрите. Вы там своим вниманием. Это разумность. И тогда рождается действие, если оно необходимо, если целостность того требует. Порой удерживание пространства присутствия в настоящем, в трудной ситуации, единственное, что можно сделать. Удерживание пребывания в настоящем активирует другие факторы, которые, кажется, приходят снаружи и меняют ситуацию. Вы активируете разум целого, который не обязательно проявится затем через данную форму. Могут начаться мистические события или неожиданно подворачиваются счастливый случай. Приходит нужный человек. Возникает удачное обстоятельство. Почти чудо. Это выглядит чудом, поскольку люди не привыкли к подобным взаимодействиям. Когда вы в настоящем, перемены не обязательно происходят посредством ваших действий. Частая ситуация настолько сложна, что в данный момент ничего нельзя сделать, кроме как принять то, что есть. Однако мы можем продолжать пребывать в настоящем, с пробужденным вниманием и во внутренней тишине. И принимать неизбежность настоящего. Затем великая разумность активизируется. Наблюдайте, что будет происходить. Ситуация начнет меняться за счет факторов, которые вы не планировали и не предвидели. Великая разумность не концептуальный феномен. Ее нельзя измерить наподобие IQ-теста. Концептуальная разумность это способность к анализу, к добыванию информации, умении сравнивать, IQ-тест, крошечный фрагмент жестко ограниченной разумности. Но обширность не концептуальной разумности проявляет себя в творчестве. Наше предназначение жить творчески и превратить жизнь в объект искусства. Эго даже не пытается быть творческим. Все по-настоящему созидательное несет в себе искру жизненности, свежесть, новизну, неважно в какой области. Даже математическая форма Лейнштейна красота, жизненные силы. Люди восхищены. Вау, как это у него получилось. Верно, он долго размышлял. Но также долго он пребывал в состоянии недумания. Эйнштейн был мастером просто быть. Он не идентифицировал себя с непрекращающимся мышлением. Он подолгу пребывал в состоянии просто бытия. Продолжительные прогулки на природе. Периоды отдыха. Таким способом он подключался к неконцептуальной разумности. К тишине. Внутренняя пробужденная тишина. Каждый имеет это в качестве своей глубины сущности. Подключитесь к ней. Войдите с ней в контакт. Это подлинная разумность. Ее не измерить IQ-тестом. Если у вас неважный IQ, он может быть улучшен, если вы подключитесь к неконцептуальной разумности. Про себя могу сказать, что никогда не имел высокий IQ. Не имею и сейчас. Я справляюсь только с элементарными тестами. Мой мозг работает другим образом. Часто человеку дают задания на выявление творческих способностей. Я где-то читал, в одной школе предлагался такой вопрос. Что вы можете сделать из простого кирпича? Ответы разных учеников показывали, что один может из кирпича сделать больше, чем другой. Но это лишь начало, крошечный фрагмент созидательности. В пределе она не поддается измерению. Невозможно. Она слишком обширна. Но вы можете видеть ее проявление по результату творчества или по тому, какая эманация идет от человека. Даже если ничего не было произведено на свет, тоже хорошо. Жизнь не зависит от того, что вы создаете. Бытие прежде вашей активности. Итак, точкой доступа к разумности является принятие настоящего, простое несопротивление тому, что есть. Если вы принимаете форму, в которой облекается настоящий момент, какой бы она ни была, внешне люди события, или внутренние эмоции, через принятие формы настоящего вы открываетесь не имеющему формы. Но если вы сопротивляетесь форме, которую принимает настоящий момент времени, вы все глубже погружаетесь в свою идентификацию с формой, которая сутега. Сопротивляясь форме, вы все более улавливаетесь формы. Часто форма настоящего выглядит как ограничение вашей жизни. Нечто покушается на мою свободу. Даже транспортная пробка может выглядеть покушением. Я хочу туда, а меня не пускают. Пустяковый пример. Есть много чего, что накладывает ограничения на нашу жизнь. Болезни хотя бы, невозможность двигаться и прочее. И снова, если вы принимаете, даже если ужасно, иногда случаются чудовищные вещи, но если вы умеете отнестись к ним, как к пробке на дороге и сказать «так есть», заметите расширение пространства вашей жизни, дополнительное место быть. Вы больше не сопротивляющееся существо. Вы говорите «так есть» и рождается пространство. Вы позволяете быть. Позволение и есть пространство. Неожиданно вы понимаете, что вы есть не имеющие формы пространства. Другими словами, мир, внутренний мир, тишина. Поначалу как очень уязвимый фон. Внутри любой ситуации, которую вы принимаете, мир. Этот мир могущественен. Настолько, что может заслонить собой все ваше восприятие. Любую ситуацию сделать несубстанциональной. Любую проблему лишить материальности. все превращается в мир. Интенсивность варьируется. Мир не имеет формы у вас. И опять, вы принимаете форму и бесформенное у вас открывается. Выглядящее плохим, разного рода ограничения, становятся способом реализации того, кем вы являетесь на самом деле. Принимая формное, вам открывается доступ к бесформному. Сопротивляясь форме настоящего момента, вы глубже улавливаетесь в свою идентификацию с формой, сопротивляющейся, жалующейся сущностью. Крест распятия архетипический символ. Крест орицетворяет собой ограничение вашей жизни. Крест инструмент пытки, символ всего нехорошего. Но посредством безоговорочного приятия настоящего, раскрытые в объятии руки символ приятия, превращают инструмент пыток в нечто сакральное, открывающее собой пространство. крест инструмент пыток в то же самое время символизирует измерение божественного. Все едино. Конечно же, дело во внутренней трансформации, которую приносит с собой практика приятия настоящего. Она превращает крест в сакральное. Божественное скрыто в каждой ситуации, неважно, как это выглядит внешне. Великая потаенная благодать, хотя, кажется, случилось что-то очень плохое. Нечто скрыто в глубине. Как найти тишину среди продолжительного страдания? Понятно, что в умиротворенной среде легче войти в состояние тишины. Но как быть тем, кто переживает продолжительную психологическую или физическую боль? Есть ли способ и в этих условиях находить внутреннюю тишину? Спасибо. Часто люди даже не слышали возможности приятия того, что есть. Изрядная доля популяции планеты не осознает, что такая возможность существует принять ситуацию, которую мы считаем неприемлемой. Иногда такое случается спонтанно, когда совсем не остается сил терпеть боль, которая по большей своей части имеет психологический характер и является сопротивлением тому, что есть. И это ужасно. Последние три года своей жизни моя мать сильно мучилась. Иногда мне удавалось настроить ее на внутреннюю тишину, но тут же она снова захватывалась умом. 90% ее страдания носило психологический характер. Да, тело перестало слушаться ее. Ей становилось все труднее ходить, требовались специальные приспособления, зрение становилось все хуже и хуже. Но сильной физической боли не было. Скорее дискомфорт, связанный с постепенной утратой способности двигаться самостоятельно. Само по себе такое неприятно, да и зрение не утрачивало свою остроту. Но с этим можно продолжать жить. С чем нельзя было жить, так это с ненормально большой психологической болью, которая бессознательно репродуцировалась в ней. Моя мать жаловалась, что будет, если я окончательно ослепну. Она проводила часы в ужасе от этой мысли и от другой, что будет, если я совсем не смогу ходить. Все время буду лежать в постели. Сама не смогу принимать ванну. Что будет, если такое случится? Кажется, все к этому идет. Огромное страдание. Раз от раза я повторял, что этого нет, что то, что есть, это настоящий момент времени, это сейчас. Ненадолго она понимала и была свободна от выстраивания перспективы что будет, если ухудшение самочувствия продолжится. Другим источником ее страдания был ее внешний вид. Она сильно идентифицировала себя с ним. Что могут говорить люди, когда увидят меня на костылях? Это ужасно для человека, который всю жизнь прожил в зависимости от чужого мнения. Ее дни были буквально снидаемы психологическим страданием. Таким образом, чаще всего страдание состоит из эмоциональной боя, психологической, продуцируемой бессознательной деятельностью ума, и действительно физической, проявляющейся в форме экстремального дискомфорта или немощи. Суть моего послания в том, что существует способ выйти за пределы ненужного страдания. Вернее, следовало бы сказать, можно выйти за пределы страданий вообще, поскольку страдание, в том смысле, в каком мы используем этот термин здесь, есть умом создаваемая надстройка над тем, что есть. Почему бы не освободиться от этого багажа? Но не каждый готов услышать. Те, кто слышат, проникают к сути духовного послания, но не все еще открыты ему. А некоторым оно даже и не нужно. С ними пробуждение может произойти спонтанным образом, как в свое время случилось со мной. Психологическое страдание было настолько сильным, что я был вынужден выскочить из него, иначе я бы убил себя. Во мне назрела острая необходимость выйти, и великая глубинная разумность, которая за пределами нашего понимания, проделала это со мной. В ту ночь я бессознательно вышел. Я не мог жить с самим собой, но тот, с кем я был несчастлив, была это умом сконструированная надстройка. В бедных странах встречаются люди, которые не посещали никаких семинаров, никогда не читали спиритуальных книг, не вступали в общение с духовными учителями, разве что со служителями традиционных культов данного региона, в большинстве случаев весьма формальная вещь. И тем не менее, иногда вы встречаете людей, возможно, даже попрошаек, которые вышли за пределы страданий. Вы видите свет жизни, сияющий в их глазах. Тело может чувствовать себя плохо, но они научились внутренне принимать таковость настоящего. Не каждый к этому готов, но кто готов, с тем происходит. Спонтанно или с помощью так называемых духовных наставников. В сущности не имеет значения. Если вы готовы, с вами происходит. Неожиданно вы видите, как говорил Будда, конец страдания. Учение Будды имеет цель подвести человека к прекращению страдания. Но и тогда, и сейчас не каждый способен услышать. Миллионы людей никогда не слышали о возможности прекратить страдания и никогда не размышляли на эту тему. Люди берут духовные книги, неважно какие, например, села настоящего, либо какую-нибудь другую. Кто-то прислал им со словами «Ты обязательно должен прочитать, это так нужно тебе, друг, родственник, родители детям, дети родителям». Получатель открывает книгу «Что за ерунда? Для него она не имеет смысла. В лучшем случае он отправит ее пылиться на книжную полку. Бывает не в шутку рассердится, если яга сильно в нем. Он никогда не ассоциирует страдания с эко. Он придет в ярость, если ему указать на это. В нашем офисе был такой случай. Сам я не видел, но рассказывает, что однажды пришла бандероль, в которой вместе с книгой «Новая земля» лежал шредер, машинка для уничтожения бумаг и документов. Кто-то вернул книгу в офис. Ну вот, этот человек оказался не готов. Нельзя никого заставить. Если яблоко не созрело, ничего не произойдет. Когда готовность достигает определенного уровня, пробуждение происходит спонтанно или с помощью какого-либо учения. Духовные учителя просто сберегают время. В книге «Курс чудес» хорошо сказано, задержка ничего не значит с точки зрения вечности, но оборачивается трагедией в контексте времени. Духовные учения сохраняют время и уменьшают количество необходимого страдания, поскольку в отсутствии их единственным учителем и главным учением для всех станет страдание. Если вы никогда не имели духовного учителя, вашим учителем было страдание, и в конце концов оно заставит вас пробудиться, рано или поздно. Но потребуется время, хотя пробудиться и встретить самого себя это не требует времени. Пробуждается всегда в сейчас по-настоящему. Время нужно как раз для того, чтобы запутать вас окончательно. Но не требуется времени совсем, чтобы стать тем, кто вы есть. Что происходит в момент умирания? Два дня назад умер близкий мне человек. Теперь в голове у меня мысль. Что происходит в момент смерти? Ждет ли нас свет впереди? Какие трансформации? Спасибо. Лично я еще не проходил через физическую смерть. Одного дзен-мастера спросили о жизни после смерти. Он ответил «Не знаю». «Почему ты ведь мастер?» «Да, но я еще не мертвый мастер». однако мне довелось пережить нечто, что можно назвать смертью с точки зрения идентификации себя с формой. И таким образом я побывал в сфере, где мог узнать, что то, что мы воспринимаем как смерть, есть растворение формы, но вечное в нас, об этом я знаю, так сказать, из первых рук, не затрагивается этим процессом. Что происходит на самом деле? Я бы сказал так. Все зависит от состояния сознания, от вашего доминирующего состояния сознания во время жизни. Если вы по преимуществу идентифицировали себя с формой, с телом или с психологическими формами «я», то есть с любыми формами, посредством которых сознание проявляло себя в мир, вы пребывали в некоем подобии сновидений. Легко экстраполировать эту идентификацию и дальше, ждать, что и там будут какие-то формы и будет дальнейшая идентификация себя с ними. Ожидается, что этот процесс будет продолжаться бесконечно. Если сознание пробудилось не до конца, вы всегда будете идентифицировать себя с формой и постепенно подойдете к черте, где наступит пробуждение. Либо, если разидентификация с формой произошла в этой жизни, потребность отождествлять себя с формой и дальше в новых циклах ослабевает, исчезает необходимость, получая жизненный опыт посредством идентификации себя с формой. В этом случае сознание, чем вы являетесь, больше не сковано уровнем форм. Оно не ищет новых опытов пребывания в форме. Могу вам сказать, что с тем человеком все будет хорошо, независимо от того, нуждается ли он или она и дальше в опыте идентификации себя с формой, или освободился от этой потребности и пошел дальше, чтобы продолжать свое существование в сферах, которые мы даже не можем себе представить. У меня глубинное чувство, что так и есть, но о нем не стоит говорить сейчас. В начале книги «Курсы чудес» есть такие строки. Ничто реально существующее не может быть напуганно угрозой уничтожения. Ничто нереальное не существует. В глубине мир и Бог. Реальное в человеке не ограничено его формой. Каждый, глядя на мертвое тело, понимает, что это больше не тот, кого вы знали. Это не то бытие, с которым вы имели дело, только оболочка. Ничто реальное не боится уничтожения. Ничто нереальное в своем пределе не существует. Вот почему мудрецы традиционных конфессий говорят о мире форм как о чем-то иллюзорном в своем пределе. Все зависит, с какого уровня вы смотрите. Главное, что все будет хорошо за поверхностью мира форм. На этом внешнем уровне только существует смерть, суть которой в переходе из одной формы в другую, или из формы в не имеющие формы. Вот сущность смерти. Ничто реально не умирает. В пределе не существует такого явления как смерть. Это кажимость. Есть трансмутация формы. Либо она растворяется, либо ищет для себя новую самоидентификацию. Оказавшись перед смертью, важно настроиться на тишину, стать внутренне тихим. Особенно, если вы сидите возле умирающего или рядом с тем, кто только что умер. Закройте глаза и войдите в состояние глубокого безмолвия. И вы поймете, кто вы есть. И однажды узнав, что вы есть не имеющие формы сознания, вы также поймете, что в действительности ничто не умирает, поскольку в пределе смерти не существует. Это не значит, что вы не должны испытывать печаль по ушедшему. Могут потечь слезы, позвольте им. Но при этом вы понимаете, что ничто реально не умирает. Два года назад умерли мои родители, один за другим в течение полугода. В короткий срок я столкнулся лицом к лицу со смертью тех, кого любил. Да, текли слезы, была печаль, и в то же время присутствовало понимание, что в пределе нет никакой смерти. Их сущность, моих близких, тех, кем они были, не подверглась разрушению, поскольку я знал, что я, как моя сущность, не могу быть разрушен. Через самоосознание приходит знание, что и другие не подвержены смерти. Внешний уровень бытия – место сосуществования форм, место печали и плача. Накатывают волны печали, когда умирает кто-то из близких. Одна волна стихает, может нахлынуть другая. Но даже если волны возникают, в глубине царит мир. Вы не схвачены эмоцией, не поглощены ею. Она всего лишь существует в вашем пространстве, а под эмоцией мир. И только из этого мира можно понять истину о том, что находится по ту сторону смерти. и м м Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»